МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ветерком и под камерами видеонаблюдения. Полностью водителя снимает, салон снимает. Казань получила 94 новых МАЗа, в чем их особенности узнала Анна Городнова. Не заплатил алименты, отдала имущество. Я на себе на базу не знаю. Но остается на хранение, на ответ на хранение. Но я ничего не знаю. Вышел в рейд судебными приставами, сегодня и слава Тахмадуля. Казань глазами писателей. Сейчас знакомлюсь с духом Казани, хотя здесь я второй раз уже. Кто на этот раз стал гостем от резиденции стартатарской слободы, расскажет Алина Бережная. В тройке лидеров на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сегодня озвучили ежегодный инвестиционный рейтинг регионов. У Татарстана бронза. Помимо этого очередное предписанное соглашение. И самое крупное между Нижнекамскнефтехимом и немецким Дойчебанком. Оно об открытии кредитной линии на строительство нового комплекса в Нижнекамске. Все подробности у Дины Газалиевой. Ярко-желтый цвет цитрусовых бодрит. Не случайно один из стендов на форуме декорирован лимонами. Ведь в простонародье именно так называют миллионы рублей и евро. Речь о деньгах на питерском форуме заходит постоянно. Чтобы они были и у предпринимателей, и у государства. В Татарстане запустили новый электронный ресурс, проверенный бизнес. О нем и других проектах республики сегодня зашла речь на питерском форуме. О нововведениях Татарстана говорят за круглым столом. Сегодня на сессии агентства стратегических инициатив объявили национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах. После нескольких лет первенства Татарстан в этом году взял бронзу, уступив Тюменской области и Москве. Тюменская область, Москва, Республика Татарстан. Очень достойные лидеры, не стыдно сидеть рядом с ними. О новшествах республики по усилению комфортного для предпринимателей климата Рустам Мениханов также рассказал сегодня. В этом году запущен интернет-ресурс, проверенный бизнес. Мы взяли все типовые нарушения, которые есть. Их более, вот сегодня, 300 нарушений по 27 видам. Дали рекомендации, как избегать вот этого. Лидеров инвестиционного рейтинга отметил Владимир Путин. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года. Это Тюменская область, Москва, Республика Татарстан. Соглашение о сотрудничестве. Одна из точек роста республики Иннополис, его университет теперь будет взаимодействовать с Газпромом. Будут разрабатываться отечественные программные решения, которые заменят зарубежные аналоги. Кроме того, в IT-вузе запланировано открытие нового научно-исследовательского центра, целью которого станет разработка программных комплексов для нефтегазового сектора России. О будущем нефтегазового сектора заходит речь и на одной из самых важных для республики церемоний подписания. Соглашение между предприятием Нижнекамск-Нефтехив и немецким Deutsche Bank об открытии кредитной линии на строительство в Нижнекамске Олефинового комплекса вызвало бурю аплодисментов. Это одно из самых ярких событий вот этого форума. Не только для нашей республики, в целом для нашей страны. Данное кредитное решение, оно позволит появиться крупнейшему производству Нижнекамске 600 тысяч тонн и телена. Это то, что мы сегодня уже имеем. Это удвоение в два раза. Уже в июле начнется настоящая работа, уверяют специалисты. Средства на строительство нового комплекса в Нижнекамске выделят пять немецких банков. Основной кредитор Deutsche Bank. Мы впервые в нашей истории, с участием всех здесь присутствующих, смогли создать максимально идеальные условия для успешного реализации крупнейшего проекта для нас. Кредитное соглашение рассчитано на 807 миллионов евро и одобрено правительством Германии. Действовать оно будет до 2032 года. Мы уже приступаем к такой фазе, когда начинается настоящая активная работа. Дина Газарева, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Санкт-Петербург. И вот пример инвестиций в действие. Бизнесмен из Ижевска предлагает построить в Татарстане сеть термальных бань с бассейнами морской воды и лечебными грязями. Этот проект на инвестиционном совете накануне одобрил Рустам Мениханов. Он отметил, идея правильная, у нас этого как раз не хватает. Так где это будет, узнал Дмитрий Аринин. Вот так классная, соленая морская. Когда в рот заходит, доздравливает, как чуточку поднимает настроение. Такой фонтан удовольствия сейчас получают в термобане Ижевска. Тут и бассейн с морской водой, сауна травяная, турецкая, парная русская, лечебная грязь из Крыма и Алтая. Очень понравилось. Кем это чувствует даже, лёгкость какую-то, легко стало. Оздоравливать и разречься. Но оздоравливать это нужно. Почаще ходить. Разречься, наверное, больше. Больше разречься, да. Этот бизнес у его владельца Юрия Бычкова бьёт ключом. Свои финансовые потоки предприниматель решил направить в нашу республику. Инвестиции составят 5 миллиардов рублей. Рустам Мениханов идею поддержал, отметив, что нам такого досуга как раз и не хватает. Президент очень быстро, оперативно играл. Главное, правильно понял суть идей и поддержал. Потому что без поддержки первого лица мы сами знаем, что вопросы не всегда быстро решаются. Казань – это большой город с разными тенденциями. За три года предприниматель собирается построить в Казани 8 термобань. 4 большие и 4 средние. Такие же комплексы должны появиться в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге. Причём внешне все они будут совершенно разные. Все 15 татарстанских термальных бань хотят оформить под стать того места, где их расположат. Допустим, если исторический центр, то это стиль, ну как вот, допустим, мечеть, да, это башни, это хамамы, купола. Если взять современную часть, где там молодёжь, молодые районы, там это стиль хай-тек. Цены в термальные заведения обжигать не должны. За час посещения в среднем хотят брать 120 рублей. По крайней мере, такие расценки в Ижевске. Этот бизнес, по прогнозам, должен охватить 15 миллионов человек в год. Для его обслуживания в Татарстане появится 3000 новых рабочих мест. Дмитрий Айринин, Андерс Сентальцев, Фанзеля Салихова, Назир Нугманов, ТНВ. В Татарстане одобрили очередное повышение цен на бензин. Они вырастут больше, чем на рубль. Таким решением сегодня завершилось заседание рабочей группы управления теплоэнергоресурсами при правительстве Татарстана с участием представителей АЗС. Как заявил помощник президента республики Ренат Сабиров, цитата, «Реалии таковы, что если не повышать, то и частный бизнес у нас схлопнется». Поэтому повышать нужно на уровне других регионов. Цены на 92-й, 95-й бензин и дизель решено поднять на 1 рубль 30 копеек, а на АИ-80 на рубль 70. В эти выходные в республике ожидается замороз. И гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Завтра ночью метеорологи обещают резкое понижение температуры почвы до 1 градуса мороза. В то же время до конца мая сохранится высокая пожарная опасность лесов. Завтра днем воздух прогреется до 19 градусов, а в воскресенье до 23. Местами ветер достигнет 18 метров в секунду. В них будет комфортно в любую погоду. На столичной дороге сегодня вышли 94 новых автобуса. Низкопольные оснащены видеонаблюдением и соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Так, автобусный парк Казани обновился почти наполовину. Старые отработали уже 10 лет. Анна Городнова оценила новую технику. Заехать на инвалидной коляске или с ребенком теперь просто, говорит водитель нового МАЗа. Автобус без ступенек. Зимой холодно не будет. Есть 4 печки. Летом прохладу в салоне обеспечат вентиляторы. Комфортнее, конечно. К чемпионату, конечно, готовы уже. Будем болеть за Россию. 28 сидячих мест. Максимальная пассажировместимость 105 человек за движением. Сидят видеокамеры в салоне. Их две. Одна снимает водителя, другая дорожную обстановку. Все записывается на карту памяти. Эти автобусы показали себя на универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи. Столичные транспортники и на этот раз не изменили белорусам. Ваш автотранспорт сменили за крайние 2 года. Почти 50% техники. Почти 50%. Чемпионат закончится. Гости уедут, участники уедут. Все это останется горожанам. Эта партия приобретена в лизинг. С учетом нашей программы субсидирования, которая действует с 2009 года по настоящее время. Где Республика Беларусь компенсирует процентную ставку. Кроме дизельных автобусов на столичные дороги выйдут и газомоторные. 104 автобуса к середине лета. Сам газ он дешевле, чем диз топлива и по экологии гораздо выше, чем скажем евро-3. Правда вот автобусы сегодня, которые мы показываем вам, это автобусы евро-5 на сегодняшний день. Это высший стандарт экологический в Российской Федерации. 1 миллион километров пробега до капремонта. Это про эти автобусы. Казанцы могут оценить фирменные красные на маршрутах уже сегодня. Анна Граднова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Проверка знаний началась с иностранного. Сегодня девятиклассники республики сдавали госэкзамен. Первым стал иностранный язык. В топе английский, следом немецкий и французский. Всего иностранный выбрали 4000 учеников. А к основным экзаменам допущены порядка 37 тысяч выпускников 9 классов. Открылись 44 пункта проведения экзаменов. Ответы девятиклассников будут оцениваться по старым технологиям. А вот при сдаче ЕГЭ впервые в этом году бланки будут печататься в самих аудиториях. А после переводиться в электронный вид. Сказать, что какие-то большие изменения произошли в контрольных измерительных материалах, этого не приходится. Поэтому не первый год сдают. Я думаю, количество выпускников, которые выбирают иностранный язык, в том числе и другие языки, там, французский, немецкий, увеличивается. Это означает, что в нашей республике школьники готовятся к сдаче ЕГЭ. Это очень ответственная пора. Стук в дверь 6 утра, повестка и опись имущества. Таким выдалось утро у казанских должников по алиментам. По всей республике их больше 20 тысяч. Общая сумма долгов 3 миллиарда рублей. Как из-за злостных неплательщиков страдают их родственники? И почему от приставов не убежишь, узнал Салават Мухаммадурин. Не почтальон Печкин, но с повесткой. В этой квартире прописан Николай Конкин. Он не платит алименты. Долг 60 тысяч рублей. Дома приставы сегодня застали только его неродную бабушку. Я зашли на бабушку. Он остается на хранение, на отвесное хранение остается сидеть. Я ничего не знаю. Ой, 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 зачем взяли? Ой, это не мое, не мое. Под опись попали телевизор, игровая приставка и бытовая техника. Забирать приставы ничего не стали. Пока. Имущество оставлено на отвесное хранение должнику. То есть в течение 10 дней он может опротестовать данный акт. Либо оплатить за должность и вернуть себе имущество в пользование. Либо мы это имущество реализуем и погашаем часть долга по алиментам. Но не всегда приставам открывают двери. Помочь не могут и соседи. Не знаете ничего про Юсупова Романа Витальевича должника? Ничего не знаю. В таких ситуациях приставы выписывают повестку и оставляют ее в дверях неплательщика. Должников по алиментам только в Казани больше 5 тысяч. Самая крупная невыплата больше миллиона рублей. Из них более 3,5 тысяч должников являются злостными неплательщиками. Они ограничены в выезде и к ним применены иные меры принудительного исполнения. И в случае, если должник отказывается платить и не владеет имуществом, чтобы покрыть долг, то алиментчик привлекается к уголовной ответственности. Срок лишения до одного года. Слава Тухмадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Как оказывается помощь детям с ограниченными возможностями? Как их адаптируют в социальную среду и как готовят к самостоятельной жизни? Сегодня в Бугульме и Бавлах наблюдательный совет республиканского проекта «Сможем вместе» посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Такие встречи пройдут во всех реабилитационных учреждениях для детей республики. Всего в Татарстане 13 реабилитационных центров, в которых оказываются как психологические, так и медицинские условия. В этом году в рамках данного проекта мы взяли реабилитационные учреждения. Детские реабилитационные учреждения. Почему именно их? Дело в том, что у нас стабильно уже на протяжении даже не нескольких лет, а десятилетий не меняется цифра по детям-инвалидам. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Аншлаг в дворце культуры Буинска. Это был удав, который проглотит слона. Как встречали Сергея Безрукова, увидел и слава Тухмадуля. Казань глазами писателей. Сейчас знакомлюсь с духом Казани, хотя здесь я второй раз уже. Кто на этот раз стал гостем от резиденции Старо-Татарской Слободы, расскажет Алина Бережная. Сегодня объявили победителей политзавода. Этот образовательно-состязательный проект «Единой России» длился более полугода. В нем приняли участие более 600 человек со всей республики. Они учились у опытных политиков, дебатировали друг с другом и предлагали проекты законов. В финал вышли 100. После итогового задания на знание истории государственного устройства Татарстана им вручили награды разной степени. Победители смогут поработать с помощниками депутатов разного уровня и отправиться на стажировку в Страсбург, в Совет Европы. На политические совершения участников проекта сегодня напутствовал Фарид Мухаммешин. Мы увидели, что вы очень любознательные, трудолюбивые, дотошные, умеющие искать причины, проблем. И самое главное, находитесь в поиске разрешения этих проблем по своему виду. Зрелые знания, незаврядные ваши способности нам очень импонируют. Я люблю следить за политическими новостями и решила себя попробовать не напрямую, а вот с помощью такого проекта, который, я думаю, что очень сильно мне помог в дальнейшем развитии. И я думаю, что я рано или поздно состоюсь на политическом поприще. Совместные проекты в сфере туризма обсудили сегодня парламентарии Татарстана и Башкортостана. Круглый стол впервые прошел в режиме видеоконференции. Планируется открыть межрегиональные туристические маршруты, создавать геопарки и развивать детский и внутренний туризм. Но для этого, отметили депутаты, нужно совершенствовать нормативно-правовую базу на федеральном уровне. Татарстанские предприниматели будут консультироваться. У Фемиды, Конституционный суд Республики и Торгово-промышленная палата подписали соглашение о взаимодействии и оказании бесплатной юридической помощи. Также в канун своего профессионального праздника, Дня предпринимателя, бизнесмены получили награду за победу в национальной премии «Золотой Меркурий». Мы принимаем то, что нужно нам вместе плотнее работать, для того, чтобы та доля малого и среднего предпринимательства, которая сейчас составляет чуть более 25% в малом продукте, увеличилась хотя бы процентов до 40%. Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений компании «Нижнекамскнефтехим». Сейчас здесь трудится более 15 тысяч человек, из них более 40% до 35 лет. Сегодня здесь прошел конкурс «Лучший по профессии». В борьбе за право называться лучшим в своем деле приняли участие 11 человек, которые уже прошли отборочные туры. Среди них Роза Тропынина – единственная представительница прекрасного пола. Но, по словам девушки, это ее ничуть не смущает, в своих силах уверена. В подчинении у меня от 13 до 15 человек получается, и работать с коллективом в принципе несложно. Участвую я первый раз, я хотела уже очень давно. Ощущение – это, конечно же, волнение. Но я верю в свои силы и надеюсь на победу. Начали с теории, без знаний которой невозможно работать на современном предприятии. Сюда входят знания технологии производственного процесса, правила охраны труда, противопожарного режима, и это не весь перечень. Второй этап – практика. Задача – предотвращение аварийной ситуации. Главный критерий – работа в команде. Мы вам дадим, значит, листочки, где вы напишите ролик, кем вы являетесь, и все быстренько нам покажется спектакль. Конкурс одной из важнейших профессий – начальник и смен. Они у нас, так их называют, ночные директоры, потому что они, во-первых, руководители, у них большой коллектив, которым они управляют. Лучшим по профессии стал Ильяс Ильясов, начальник смены завода синтетического каучука. Помимо диплома и денежного приза он получит еще и опыт в копилку своего профессионального мастерства. Проведет один рабочий день в качестве помощника с главным инженером предприятия. Сегодня в Казани писатель и публицист Герман Садулаев его творчество презентовали в проекте «Арт-резиденция Старо-Татарской Слобода». Он уже познакомился с культурой Татарстана, чтобы потом свои впечатления запечатлеть в своем творчестве. Одной из первых с писателем встретилась сегодня Алина Бережная. Вот сейчас знакомлюсь с духом Казани, хотя здесь я второй раз уже. Влюбился в Татарстан с первого взгляда, но до конца культуры региона проникнуться не успел, признается писатель. Поэтому приехал в Казань во второй раз. И не случайно. Герман Садулаев – новый участник «Арт-резиденции Старо-Татарская Слобода». «Арт-резиденция Старо-Татарская Слобода» открылась в декабре прошлого года. За это время с культурой Татарстана успели познакомиться такие писатели, как Наталья Якушина, Алексей Арзамасов, Сергей Шаргунов и другие авторы. Автор проекта – мэр Казань Элиссур Мечин и писатель Эльдар Абузяров. По задумке, публицисты, поэты, писатели живут в Казани несколько недель, знакомятся с культурой региона, а затем свои впечатления отражают в своем творчестве. Странно, что раньше в России этого не было, потому что для Европы это традиционная практика. Все европейские города, все культурные центры имеют свои программы «Арт-резиденция». Многое увидеть, интересное услышать, потом все описать. Герман Садулаев пробудет в республике не один день, и он уверен, что для новой книги у него наберется материал. Алина Бережна, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Завтра в селе Никольское Лаишевского района пройдет фестиваль русского фольклора «Каравон». Гуляния начнутся в 10 утра. В этом году сюда приедут со всей России 150 фольклорных коллективов. Выступления на трех концертных площадках. Здесь же для гостей развернется город мастеров. Добраться до села Никольское можно на бесплатных автобусах с трех точек. Театр Камала, Корстон и станция метро Проспект Победы. Выезд в 8 утра промежуток между рейсами полчаса. На сцене Буинского ДК был сыгран самый дорогой спектакль в истории района. Это маленький принц Сергеем Безруковым в главной роли. Народный артист России приехал в республику на театральный фестиваль «Буа. Пространство. Диалога». С кем станцевал, чем угостился и куда еще хотел попасть, узнал Салават Мухаммадуллин. Так встречают дорогого гостя. Под национальной мелодией баяны и с чак-чаком. Секунды и вот Сергей Безруков кружится в танце. Художественный руководитель Московского губернского театра в Татарстане с рабочим визитом. Он стал хедлайнером театрального фестиваля «Буа. Пространство. Диалога». Чтобы увидеть кумира в Буинск приехали зрители из Ульяновска, Казани и соседних сел и городов. Малики Принц Безруковым стал самым дорогим спектаклем в истории этого театра. Он сказал, пожалуйста, не звезли мне барашка. Я вскочил против глаза. И вижу стоит перед мной какой-то необыкновенный малыш. Но судя по сменяющим друг друга, трепетному молчанию и оглушающим овациям, это того стоило. Ажиотаж небывалый. Количество спасибо из уст театрала в этот вечер и не сосчитать. Вход и соцсети. А после спектакля признание. Спасибо. Я... Впервые. Мне еще, конечно, в Тетюши был в гостях. Но в Тетюши в этот день Безруков не успел. Зато буинцы получили ценный совет. Экологическую деревню, чтобы создать, допустим, деревню, татарскую деревню, допустим, там, 19 века. Чтобы пригласить как раз гостей, чтобы они пожили в национальных костюмах, в этих домах, познакомились с бытом деревни татарской. Я думаю, что это привлекало бы многих, на самом деле, за рубежом. Он уехал, но со словами «До новых встреч». И эту встречу, похоже, не виновать. Буинцы уже начали подготовку к фестивалю «Буа. Пространство. Диалога. 2019». Слава Тухмадуллин. Буинский район. В Челнинском зоопарке новые постояльцы. У пары волков появилось потомство. Щенки уже бегают в вольере. А вот лебедям пришлось потесниться. Прогулки в своем пруду они теперь совершают вместе с нутриями. Три особи – черная, коричневая и альбинос – уже привыкли к людям. При виде посетителей грызуны не прячутся и дают себя рассмотреть. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, Что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Сейчас о спорте и о погоде. И до встречи в 21.30. Автоцентр «Марка Ниссан» празднует день рождения и объявляет неделю максимальных скидок. Успей забрать свой «Ниссан» на главной распродаже года. Четыре пятерки – три единицы. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от ноля рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Начиная свой день, мы ставим перед собой новые цели и задачи, которые на первый взгляд кажутся простыми. Но они немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника Кузляр. Пятый международный театрально-образовательный форум «Наурус» представляет. На сцене театра «Камала» экспериментальный спектакль по роману Фёдора Достоевского «Чернобыльский идиот» в постановке театральной студии из Колумбии для зрителей старше 12 лет. Спешите видеть московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Кто-то её опасается. Для кого-то она становится последней надеждой. Большинство её даже не замечает. А мы, работая с ней каждый день, знаем точно. Без химии невозможно представить ту жизнь, к которой мы привыкли. С Днём Химика! Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. В 10-11 лет уже чемпионы России. В Казани завершилось уникальное первенство страны по бадминтону. Впервые в программу официальных соревнований внесли самый юный возраст участников. Среди победителей несколько представителей Татарстана. На счету хозяев две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Победителями мужского парного разряда стали Рушан Хабибуллин и Матвей Андреяшин. В остальных видах серебро и бронза. Новый формат в России прошёл на ура. Теперь очередь за Европейской Федерацией бадминтона. Возможно, на казанском примере проведут и чемпионаты международного уровня. Очень хорошо, что маленькие спортсмены уже до 11 лет уже начинают видеть своих конкурентов. Начинают общаться, уже дружить, уже какие-то связки получаются. Потому что всё-таки, когда со старшими больше играешь, у них, так сказать, тяжело. Всё-таки тяжело. А всё-таки по самому возрасту это проще. Казанские команды «Рубиной Динамо-2005» сыграют на первенстве России. На базе футбольного клуба города прошло первенство ПФО среди юношей. Юные динамовцы по ходу турнира уверенно обыграли сверстников из Ижевска, набережных Челнов и своих соперников по первенству города. Воспитники Александра Ивлева уступили лишь казанскому «Рубину» со счётом 2-0. Тем самым заняв второе место в группе Поволжья. Таким образом, динамовцы обеспечили себе путёвку в так называемую Лигу чемпионов первенства страны, которая пройдёт в конце августа в Нижнем Новгороде. «Рубин», занявший первое место, выходит напрямую в финал. Вслед за казанским марафоном в воскресенье на Кремлёвской набережной состоится одно из крупнейших спортивных мероприятий «Зелёный марафон». В этом году забег пройдёт в 56 городах России, а также в других странах с участием более 150 тысяч участников. Второй год подряд традиционный «Зелёный марафон» проводится совместно с Фондом помощи детям. В рамках программы запланирован детский забег, мастер-классы, а также благотворительная зона. Для основных этапы выбраны дистанции на 4,10 километров. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Предстоящие сутки в республике будет солнечно, но довольно холодно. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана ясно, без осадков и плюс 13 градусов. На северо-востоке республики солнечно и прохладно до плюс 14. На севере Татарстана ясно, без осадков, плюс 14 градусов. На северо-западе солнечно и до 15 градусов выше нуля. На юго-западе республики ожидается ясная погода. Там температура воздуха составит плюс 16 градусов. В центре Татарстана малооблачно и плюс 15. В последующие сутки температура в республике повысится, но ожидаются осадки. В выставке «Мир динозавров и веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу Проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов, без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267 39 80. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора Ост с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам, убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани будет ясно и до 17 градусов тепла. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Магнитное поле земли спокойное. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр Казань 277-82-29.